Сибирский мороз Кисть на лопату, а холст на снег. Это в обычное время он художник. А перед Новым годом превращается в волшебника, дарит взрослым и детям сказку. Например, сейчас он завершает работу над мультипликационным паровозиком. По задумке Александра, паровоз – полноправный символ 2015 года, наряду с овечкой. По крайней мере, в нашем городе. Ровно сто лет, как железная дорога пришла в наш славный и знатный город Бийск. Вот этому и посвящен этот локомотив. На самом деле, это новогодний экспресс. А здесь запланированы горки, в данном случае их две, среди вот этих больших снежных вагончиков. Кроме снежного поезда, строители городка обещают подарить детворе и другие забавы. Здесь режут, иначе ведь не скажешь. Лабиринт в виде осьминога, горку-барашка, ну и, конечно, Деда Мороза со снегурочкой. Вместе с Александром городок строят еще четыре художника. По их словам, мастеров, работающих со снегом, не то что в городе, по всей стране по пальцам пересчитать можно. Здесь свои особенности есть. Во-первых, холод. Самое первое преткновение. Почему человек может отказаться, поработать день и убежать. Этот город строят не из кирпича и бетонных блоков. Главный материал – снег. А чтобы его резать, необходимо заготовку сделать как можно более плотной. Снег завозят и утрамбовывают тоннами. Только на паровозик ушло 15 камазов. Главное – орудия мастеров, клюшки, заточки, лопаты, мачете. Чтобы красота не пострадала от рук вандалов, ее круглосуточно охраняет казачий патруль. Холодно, конечно, но что делать. В принципе, наша задача должна выполняться. Вот есть будочка здесь такая с обогревателем. Иногда можно зайти, чай из термоса попить, погреться немножко. Свой городок художники завершат строить к концу следующей недели. А вот сколько он простоит, зависит от нас с вами. Ирина Дубицкая, Сергей Доровских, Новости ОТН. Субтитры создавал DimaTorzok